Разбирательства с подрядчиками затягивают сдачу объекта в Жасказгане. В Долгострою уже записаны жилые дома и детский садик. Пока идут долгие судебные разбирательства, здания начинают разрушать вандалы. Разбитые окна, поросшие травой крыльцо вместо детского смеха. Этот садик на 320 мест должны были сдать еще в 2017 году. Из бюджета было выделено свыше 800 миллионов тенге. Но строительство остановилось, выполнено только 80% работ. Договор по решению суда был расторгнут и сейчас проходят процедуры передачи объекта в госсобственность. Неоконченная сумма составила строительство 53 миллиона, 53 тысячи. И должна была состояться подрядчиком передача данного объекта в город Жасказган, в наше ведомство. Где мы должны закончить данное строительство, это исходя из своих возможностей. В настоящее время передача осуществляется, но не завершена. Недоступно в городе пока и это доступное жилье. Три пятиэтажки на 90 квартир по программе должны были появиться пять лет назад. Стены и то с нарушениями строительных норм стоят лишь у одного дома, а других и вовсе. Только намек. Местные власти шесть раз подавали на подрядчика в суд, и он признан недобросовестным. Сейчас на руководство компании завели даже уголовное дело. В планах у нас есть, мы хотим реализовать данный проект до конца, но однако мы не сможем сделать, пока не пройдут соответствующие судебные процедуры. Судебный исполнитель не может выполнить свои работы. Почему? Потому что у данной организации отсутствуют средства, а также имущество. Тем временем в очереди на жилье в городе сейчас больше двух тысяч семей. Очередников в детские сады еще в два раза больше. Судебные разбирательства с горе-подрядчиками, как правило, затяжны. Замороженные строительные объекты требуют дорогостоящего обследования, создания новых проектов и, конечно, дополнительного финансирования. Мило начало с Василием Савкиным. Итоги дня. Карагандинская область.